Мир всем, мир всем, с воскресением крестовым, мир вам с воскресением крестовым. Помолимся. Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь. Сокровищница благ и жизнеподатель принеселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие по Слову Твоему, и спаси согласие на мысле. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Пребудь с нами в этот воскресный вечер. Тебе же славу восстанавливаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 января 2020 год. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и о полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не будорствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Толкование. «Это, то есть то, что выше сказано было о распрях, и следующее затем об осуждении других. Я, — говорит, — приложил к тебе и о полосу, чтобы вы от нас научились не умствовать больше того, что написано». «Так, сейчас опоздавших подключу, извините». «Падали у меня три щепки. Я сейчас привязал, а все, наверное, не падали. На зумах было, на прачи. Каждый раз искал фонариком. Такое простое дело я не мог». «Можешься?» «Приязанно всем нам». «С миром». «Описание учит нас не превозноситься, когда говорит. «Кто хочет быть первым, будь из всех последним». Марка 9.35. «Также, кто унижает себя, тот возвысится». Матфея 23.12. «Весьма много есть в нем и других подобных наставлений, а о том, чтобы мы не судили других, говорится так. «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7.1. «И не превозносились один перед другим». Это говорит к народу, разнообразя поучения и устремляя речь иногда на учеников, а иногда на учителей и начальников, как и теперь поступает. «Ибо коринфяне гордились один перед другими учителями своими именно. Ученик одного учителя превозносился пред учеником другого, потому что предпочитал своего учителя другому. И хорошо назвал такое поведение надмением, опухолью, как бы желваком и опухолью, взяв сравнение от тела надутого испорченными соками или воздухом». «Ибо кто отличает тебя?» «Что ты имеешь, чего бы не получил?» «А если получил, то что хвалишься, как будто не получил?» Толкование. «Опять устремляет речь на учителей и говорит, «Кто тебя отличил и признал достойным похвалы человек?» «Но суждение человеческое обманчиво?» «Пусть у тебя и есть что-нибудь достойное похвалы, но это не тебе принадлежит, а тому, кто дал. И ты получил это, а не сам совершил. Если же ты получил, то зачем превозносишься, как будто не получил, но приобрел это собственными трудами?» «Кто получил, тому не должно превозноситься тем, что он получил, ибо это чужое». Вот. Вопросы, дополнения, комментарии. «То есть Божие?» «То есть Божие?» «Да, от Бога мы получили, и Богу надо быть благодарным, но не только Богу. Здесь же вот нам толкователь, вот это вот с маленькой буквы пишет, а тому, кто дал, кто не с большой. Если бы с большой буквы здесь было, то к Богу речь. Нужно быть еще благодарным своим учителям. Написано, «Напоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и подражая их...» «Господи помилуй». «Господи помилуй». «Вылетело из головы вот». «Желая на причину их жизни». «Да». «Вопросы по прочитанному есть?» «Вопросы по прочитанному есть?» «Вопросы по прочитанному есть?» «Сейчас добавлю еще опоздавших. Постарайтесь не опаздывать, потому что сейчас народу много, и заранее уже пишите мне, чтобы я знал, чтобы мне не отвлекаться. Или кто-то бы на себя бы эту функцию взял, но вы не видите, кто мне просится. Тоже никак не сделает так. 1 Коринфянам 4.8 «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О! Если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» Толкование. «Слова, внушенные негодованием, как скоро, — говорит, — вы все приобрели, ни в чем не имеете нужды, уже насытились, в короткое время достигли совершенства и получили все богатство познаний и дарований. Совершенство достигается в будущем веке, а вы, казалось бы, уже имеете его. В самом деле, ваше тщеславие показывает, будто вы зашли на самый верх совершенства. Сими словами выражает, что они весьма несовершенны, когда ведут себя таким образом. И это, говорит, в том же расположении духа, показывая их бессовестность, как бы так. «Удостоившись таких даров, вы не хотите нас, трудившихся для вашего блага, допустить к общению вон их. О! Если бы, — говорит, — вы царствовали, то есть достигли совершенства, о том, чтобы речь не показалась, насмешкой присовыкупляет, чтобы и нам с вами царствовать, то есть получить те же самые блага. Ибо ваша слава моя, потому что для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его». И вот на эти слова Игнатий Тихонович Лавкин дает небольшой комментарий. «На любом производстве требуют качество продукции, качество работы, и только ни со священника, ни с архиерея никто не требует качества их прихожан. Даже зная точное количество посетителей храма, отчет в основном дается по доходу, а качество христианина напрямую зависит от знания Слова Божия. Неужели пастырям приятно называться отцом тех, кто ничем не отличается от живущих в мире безбожников? Разве для всякого учителя не вожделенно совершенство учеников его?» Иоанн Златоуст говорит, что если и одна овца погибнет по небрежности пастыря, то ему не хватит всей жизни, чтобы рассчитаться за эту овцу. Слово Божие есть зеркало, смотрясь в которое душа усматривает свои недостатки. Целые тысячелетия шли, не сверяясь со Словом Божиим. Качество учеников православной церкви оказалось таким, что они разрушили храмы и расстреляли пастыря, и осквернили могилы отцов. Чтобы до такой кондиции довести безнравственность своих учеников, нужны были целые поколения пастырей, скрывающих Слово Божие. Для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его. Да, если бы вы услышали это сегодняшние пастыри, я не говорю о всех, но радует, что в интернете священники благовествуют по Слову Божию. Пусть ошибаются, но это уже не ошибается тот, кто ничего не делает. В основном сектанты в интернете, их проповеди, их ролики очень много. Православных пастырей, выступающих на большую аудиторию, не так уж и много. И слава Богу, что они услышали слова Фефилакта для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его. Но здесь апостол Павел их пристыжает, потому что они, ученики-то, возомнили о себе, надулись, пузырями ходят. Ну и вот апостол Павел как бы подтрунивает над ними. Он говорит, если бы вы действительно такие совершенные стали, чтобы мне с вами выйти. А потом дальше он пишет, в чем это совершенство выражается-то. Что гнать вас начнут, истинных учителей. Сегодня благоденство такое, что никого не гонят. Власть лояльна. И этим нужно пользоваться. Вот. На всю катушку, чтобы как можно больше людей в это благодатное и мирное время услышали Слово Божие. Причем характерно, когда гнали, у людей была жажда слышать Слово Божие. Вот. Я и не застал те времена. Говорят, что вот, когда Игнать Тихонович вел на занятия, даже мест не было в аудитории. В коридоре люди стояли. Мне даже не верится, что такое было. Вот. А сегодня день общины. Пол общины. Как сговорились. Ушли. Как послову Божию. Приготовил отец пир. Позвал брачных. Они как сговорились. У меня осел. У меня машина, там надо проверить. У меня земли. Удивительно даешься. День рождения общины и на день рождения какие-то свои дела вдруг. Или они стали такие совершенные уже, как вот, что все знают, уже ничего им не надо. И часто слышишь одно и то же, одно и то же. Это из-за того, что съемки идут? Ну, съемки идут. Ну, да, сегодня был разговор у нас об этих съемках. Я вспоминаю, когда было объединение, ну, с аборта, вот братья наши приехали, там запретили съемку. Потом они нас пригласили, договорились, что все будем снимать. И в последний момент они раз и нарушают свое слово. И говорят, съемка, ситуация изменилась, съемка запрещена. И у нас тогда раскол произошел, если можно так назвать. Половина, кто был там, ну, сколько нас делегаций, человек 12, наверное, было. Половина остались с батюшкой, а половина ушли с Игнатью Тихоничу. Вот. Вот из-за этих съемок, вот, неизбежен был, будет раскол. Игнать Тихонич так мудро сегодня так речь такую свою поставил. Пристыжает тех, кто против съемок. И сам же, говорит, и я против. Ну, причину там высказал-то понятно, почему он против. Он боится за канал, и это обоснованная причина. Но можно съемки сделать так, что канал никак не пострадает от этих съемок. На параллельном канале делать просто и все. Вообще даже Ютуба можно не касаться, раз у него такие правила. Вконтакте, ну, запретили, запретили там. Не беда. Обидно, что, конечно, там, допустим, много подписчиков. Но сейчас можно даже купить канал с тысячами подписчиков уже. Другое дело, будут они служить или нет. Они подписаны-то на одно. А им с рода это слово Божие может быть не интересно. Нужно искать людей, которые ищут слово Божие. А ты заметил, не хотят те, кто просто нигде не участвует. Ну, кто ничего не вложил, тому это и недорого, понятно. Вот. Хотя есть люди, которые когда-то помогали, здорово помогали. А потом охладили, то ли первую любовь потеряли, то ли что-то. Ну, ладно, как говорится. Молиться надо, чтобы Господь дал эту искру опять. Любви к Слову Божьему. 1 Коринфянам 4.9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть, как бы, приговоренными к смерти. На благовестие ты же вообще не ходил никуда. Так, там микрофон это, брат, не мешай. 1 Коринфянам 4.9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть, как бы, приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Толкование. Слова, свойственные человеку скорбящему. Или лучше тому, кто хочет привести других в стыд. Как вижу, говорит, из ваших поступков, одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти. То есть, осужденными, готовыми на смерть. В самом деле, из того, что вы уже воцарились, я могу заключить, что нам определенно быть последними и как бы осужденными. Нам, апостолам. То есть, тем, которые столько перенесли страданий за Христа. Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы. Потому что наши подвиги так велики, что стоят, простите, и ангельского созерцания. Ибо мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов. Да, вот если верить в то, что ангелы существуют, и вот эти злые ангелы, они постоянно с нами. То есть, мир есть видимый и невидимый. Если мы ангелов не видим, это вовсе не значит, что их нет. И святые отцы говорят, что на каждой литургии сатана присутствует. Люди прочищаются, он тут сидит и слушает. Если ангелы присутствуют, и для ангелов женщина платок должна надевать, знак для ангелов. Платок надела, верит, что ангелы есть, а то, что съемка ведется видео, это не надо уберить. И только ангелы видят, что ты задремала. Сегодня так сестра Нарьянов против съемок этих онлайн выступала, интересно. Это ее мнение, что все. Так, сейчас брата подсоединю. Вопросы по прочитанным может быть есть, замечания. Все понятно? Так, дальше вот апостол Павел говорит про гонение. Сегодня вспоминали день общины у нас был. Людей, которые отошли, да еще суды были, я этих судов не застал. Но как Игнатия Тихонича столько претерпел. И вот апостол Павел стыдит этих учеников, что они пузырями ходятся. Но вы вспомните, что апостол Павел и Игнатия Тихонича как стыдитесь, ради вот этих страданий, как он в тюрьме сидел за слово Божие. Но как вы можете подняться теперь на него-то? Он вам столько дал, вы с жен своих семей создали в общину. И так все это разрушит. Да не будет этого с нами, Господи помилуй. Это от зависти все. От зависти? Может быть, я не знаю. Несомненно от зависти. Потому что я на суде был, я видел, беседовал с ними. Они считали, что они что-то поделали немножко, и они уже царствуют. Ну, то, что мы читали. Да, вот все, что повторяется, что мы сейчас... Ну, вот те же, как бы, а те тоже, наверное, стали завидовать друг другу. Раз они своими учителями кичились, значит, завидовали или что там. Своих учителей-то лучше ставили, других-то. Или превозношение это было. Но превозношение, оно тоже от зависти всегда. Пока не позавидуешь уже и не превознесешься. А если, как вот по слову Божию, хочешь быть первым, будь последним. Будь последним, иди там... Зло выборочно не бывает. Они для того кичились другими, чтобы себя превознести. Они же в каком-то споре кичились. А теперь говорят, да я-то у самого вот этого учился там. А ты что мне говоришь? Ну, то есть, они себя превозносили больше. И этим порочи учителей, которые не спорили между собой. Да, тут согласен с тобой. Скорее всего, так у них и было. И вот апостол Павел, чтобы их предследить, что, ну вот, нас так гонят, а вы тут ходите пузырями. 1 Коринфянам 4.10. Дальше он пишет. «Мы безумны Христа ради, а вы мудрые во Христе, мы немощны, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии». Толкование. И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их. Тогда как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы мудрыми и хвастали. У кого-то микрофон, братья, посмотрите. Будто все это во Христе. Посему говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей. Нет. Необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, или ваш, но мыслить не во Христе не достойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью. Немощью везде называют искушение. Опять, вы славные и благородные, а мы в бесчестии. Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? Итак, очевидно, что вы не в добром состоянии. Вот теперь мне прервалось все. Ой-ой-ой. Ну а сам смотри, устанавливай, мне некогда. Я ложусь. Сейчас закапаю и сразу прилиплюсь. Тут еще не задеваешь, чтобы тебе не попало выйти. Так же вот и ети научились ему, ходят там, кичатся друг перед другом. Омудрили, так скажем. Есть такое слово, опупели. А пуп это опухоль, такая надмене. И вот апостол Павел их пристыжает. Дело все в том, что они не рассуждают, а именно осуждают. Сразу. Почему столько много бегств у нас и отступлений и так далее. А перед этим несколько идет этапов. Перед тем, как осудить человека и убежать. Перед этим идет сначала таяться, потом ропщут. Ропщут, таяться, а потом бегство уже идет. Да. Сначала недовольство. Вот если вы себе заметили недовольство чем-то, сразу вместо писания. Великое счастье быть всем довольным. То есть ты недоволен, ты уже не счастливый. Вспомните вот этих, которых по пустыне водил Моисий. Все им что-то, вот это мясо там было. Ну вы в рабстве были, какое-то мясо вспомнили. Мясо хотите? Нате вам мясо. Перепилов, до ноздрей, до блевотины накормил их Господь. Довольны? Нет, опять что-то. Вот чеснок там был. Да чего вам этот чеснок? Вы в рабстве, во грехах были-то. Вы благодарите Бога, что Он вас вывел из этого рабства. То есть прообразно, что вот египетское рабство, это сегодня мы в плену у греха. И Господь вывел вас из этого рабства греху. Как вы должны быть благодарны Богу и тем, кто вас вывел из этого рабства греху. А кому должны? Апостолам. Сегодняшние кто апостолы? Те, которые Слово Божие проповедуют, несут. Апостол, значит, посланный. Бог его послал спасать других от грехов. Я стихотворение Игнатия Тихоновича посвятил. Вы друг Христа, апостол. Он говорит, ну какой я апостол? Он посмиренит. Он говорит, ну как бы. Ну как бы, да. Ну пусть как бы. Я понимаю, что его Бог послал меня спасти. Я благодарен и тому, и другому. И знак благодарности тоже пытаюсь как-то что-то в интернете. В православии нет такого учения, что у нас апостолы. Это согласно Слову Божьему просто. Одних поставил апостолами. Теперь, ну, хорошо, если ты учитель. Даже если Игнать Тихоновича учителем назовешь и он согласится, это уже большое достижение. Он и на учитель это не согласится. Вот в чем дело. Потому что, ну здесь тоже можно сказать почему. Потому что церковь не принимает его вообще никак. Если бы он был настоящим учителем, ему бы сколько уже сделал добра много людям. Говорил бы по радио. Выступал бы на телевидении и так далее. Сколько бы людей уже обратилось. А ему не дают развернуться. Да. Ну а что у нас в православии принято? Старец. Мне сегодня понравилось. Тоже пришли к одному старцу. Вот то-то, то-то, что-то мне делать-то. Вот читайте Слово Божие. А раз ты шла, посол раз, опять пришла. Вот такая-то, такая-то беда. Что? Слой Божьим, что? Читай. Вот такие старцы должны у нас быть. Но они не просто должны, а как бы читать. Человек, чтобы Библию это прочитать, пока он найдет себе ответ. А ему может быть срочно надо, душа погибает и там смятение находится. Сережа, про старцев ничего Слово Божие не говорит. Там написано апостолами, пророками, учителями, священниками, учителями. Все. Вот выбор небольшой. Про старцев не говорит, а говорит про стариц. Вы, старицы, учите жен любить мужей. То есть они старицы, они учителями тоже названы, женщины. Хотя в другом месте учить жене не позволяют. Но это в семье, когда ты уже пришел, жена у тебя должна спрашивать. А там в церкви они молодых, сестры, старших. У нас с точностью, да, наоборот. Евангелие говорит про старец. Ни одной старицы в православии нет. Евангелие не говорит про старцев. У нас одни сплошные старцы. И которые не учат, а непонятно чем занимаются. Там вот этот Николай, который вот этот Озерский-то был. Там показывают прям видео. Женщина подходит, там выпрашивала его столько, неделю. Подходит к нему, он, ну там давай уже завели ее, говори. А мне вот надо дочку лечить мою или не надо? И он начинает, сейчас подожди. Ну да, надо вези, лечи. Это что за учение-то? О чем речь? И они все такие. И развращение пошло от Серафима Саровского. Когда там пришел полковник в орденах там весь и так далее. Он его не принял. Почему? Потому что у него душа там какая-то черная и так далее. Да какая бы ни было, расскажи ему о Христе раз черная душа-то. И вот отсюда началось идти выбор. Хороший, нехороший там. Христос не об этом говорит. На всех посылается дождь. И ни одного беса человека нету. Вот в чем дело-то. А если настоящий учитель. Даже вот Игнат Тихонович, он там не учитель, да. Но чуть-чуть коснулся только людей. И сколько обращенных в истину. А если настоящий учитель. Я вот о чем говорю. Которого признали. Да. Да. Идем дальше. 1 Каифон 4.11. Даже до ныне терпим голод и жажду. И наготу и побои и скитаемся. Толкование. Что говорит... Ой простите. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть. На то, как вы утопаете в удовольствиях. А мы совсем напротив. То есть нас бьют. Это говорит против надменных. То есть нас гонят. Мы бегаем. Это против богатых. 1 Каифон 4.12. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас. Мы благословляем. Гонят нас. Мы терпим. Толкование. Этим приводит стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего. Мы и не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды. Это значит хуление. То есть жесточайшая обида. Молим. То есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми. Это значит моление. То есть речь кроткая. За такое-то поведение посчитают христиан безумными. Но вот не всегда, к сожалению, получается. Но и вот тут тоже хуление нужно. Если хулят Бога, то надо заступиться за Бога. А если тебя, то промолчи. То есть тут разные есть хуление. Заграждать уста богохульником нам никто не запретит. Если Бог хулится. Имя Божие в поношении. Мы обязаны заступиться за православную веру. Встаивать ее. Наша брань. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднимать. То есть мы этих духов злобных, они которые в людях. А мы их должны побеждать словом Божьим. Не физически, ни в коем случае. Чтобы меня неправильно поняли. Я не призываю к революции. Но мы должны не забывать, что мы церковь воинствующая, земная. И мы должны воевать с грехом. Мы должны ненавидеть грех. Грех наш враг. И вот этот мир грешный и пролюбодейный, он тоже враждебный нам должен быть. Мы должны ощущать это. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вот это вот обмерщение церкви, которое сегодня произошло. Мы должны противостать против этого. Где каноны церковные попираются, что невозможно отличить. Вот как Игнат Тихонич говорил, что учат. Боговедения то нет. И его не отличишь от безбожника. Он и внешне то ничем не отличается. Я сегодня в чат-рулетке благовествовал. Девочка, она. Мне говорит православная вера ближе. А почему? Ну там вот женщины в платках, в юбке. А вот где-то вот там вот у баптистов, там у нее родители тоже. Там все можно, все дозволено. То есть душа уже сама откликается, тянется к строгости. Вот как у нас. Такая вот строгость. Маме моей очень понравилось. Но на этом и закончилось. Когда она в потерявку. Прямо такое. Перед крещением такой допрос с пристрастием, если можно так сказать. Как раз помню. Витя и Савченко папу разбирали, что вот он отказался от крещения. Как говорит строгость. Маме моей так понравилось, что серьезно относимся к спасению. А не так. Пришел там. Деньги заплатил. Лоб ладошкой помолился. Пошел дальше опять грешить. Вот беда-то у нас сегодня какая. Об этом мы постоянно говорим и боремся как можем с этим недугом церковным. Не бежать из церкви. Дух святой в виде голубя. Почему? Не в виде воробья. Сегодня Игнать Тихович рассказывал. Мне так понравилось. Не в виде вороны. Ни в какое. Почему голубя избрал? Единственная птица, которая почтовая, которая всегда возвращается. Даже если его в гнездо сожгешь, разоришь. Вот воробья если гнездо или там соловья там или кого-то там. В гнездо даже яички потрогаешь, они все уже, они не прилетят туда. А голубь нет, он всегда возвращается. Так и мы должны возвращаться в церковь и в церкви трудиться. Никуда из церкви. Пусть она больна там трусостью и корыстью, но мы должны вот. Когда мать у нас больная или ребенок больной, мы же его не бросаем. Вот. Андрей недоступ. Микрофончик я вам выключил. Следите за микрофоном. Шум идет, не мешает. 1 Коринфянам 4.13. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, все мы попираем и до ныне. Толкование. Что такое ссор? Все, что выметается или стирается как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называют ссором. Это же значит и прах всеми попираемый. Ибо попирать тоже, что обратить губкой. Итак, апостол говорит. Мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за ссор. Не только вы, но весь мир и все люди. И не какое-то время, но даже и до ныне. Заметь, каковым должно быть христианину. Заметь, что он обязан подвязаться до самого конца. Вот представьте, какое состояние было у тех надменных учеников, которые благодействовали, и у апостолов. И он им как бы устыжает их, но нас и гонит. И это правильно. И мы должны благодарить Бога, когда нас гонят. Когда нас не гонят, благодействуют. Это значит, Бог покинул нас. Остарил нас, если нет ничего такого. И сегодняшние времена, вот этого благодействия, изобилия, это самое трудное для церкви. Потому что во многих охладевают. Но где еще тогда такая была, когда день общины, половина общины ушли просто? Я вспоминаю, когда я в общину приходил в 2005 год, 70 было. Сейчас 40. Почти в два раза. И это нет гонений. Так может быть, что когда нет гонений, и Бог оставляет нас, что нас надо гнать постоянно, чтобы мы ощущали эту враждебность мира, чтобы не лепились к нему. Ну, как вот у нас брат один, Нестор, в школе меня в мальчишке там бьют. Так это хорошо, чтобы тебе показать, какой мир враждебный, чтобы ты к ним не лепился, не связывался с этой дурной компанией курящих и матерящихся. Правильно, что тебе наподдавали. Это значит, ты бы не понял, ходил бы с ними, воровал бы или еще там, непотребство бы всякие делал. Вот то, что они его гнать начали, вот это вот и милость Божья. Об этом апостол Павел и говорит. Раз нас мир грешный, пролюбодейный, греховный гонит, значит, мы на правильном пути. А если никто не гонит, то вывод напрашивается, то мы сами обмерщились, ничем не отличаемся от этого мира. С вором сходишься, написано. С пролюбодеем общаюсь, а Бог говорит. Вы думаете, что я такой же, как они? 1 Кориффеном 4.14. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Толкование. Не к постыжению вашему говорит, и не с злым и ненавистным намерением говорю это, но как возлюбленных детей вразумляю. И не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал, что я оскорбительна, ибо это от любви. И не сказал, поношу, но вразумляю. Кто же не перенес вразумление отеческого? Вот. То есть, иной раз бывает, что тебя, когда обличают, то обидно прям. Особенно, когда говорят, что мозгов у тебя нет. Ну, как же нету? Ну, я же такой умный, я же такой мудрый, у меня высшее образование. Хам не перенес вразумление отеческого. И стал не вторым, как был, а стал третьим после Сима и Иофета. Иофет младший стал средним. Все из-за того, что не услышал вразумление отца. Вот. И оно, это слово хамство, оно так и пролепилось. Вот. То есть, вот эти вот ученики, которые вот гордились одними учителями, а других унижали, а они, получается, хамили другим учителям. Потому что все же о Христа, получается. Они все отцы были одинаково. То есть, все мы дети духовные разных учителей, разных отцов. Но у нас один отец. И Христос говорит, никого не называйте отцами-то, ибо один у вас. А у нас в православии что-нибудь? Отец Иоанн, Отец Владимир, Отец Виктор, все отцы. Дай-то Бог, чтобы они настоящими отцами были духовными, благовествовали, рождали духовно. А то номинальная цена. Духовник. То есть, если ты к нему идешь, исповедуешься, это все он твой духовный отец. Духовный отец того, кто родил. И апостол Павел не стыдился, говорит, много у вас наставников, но я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Конкретно себя отцом называет. Потому что он знает, что через него люди обратились. Пищать моего апостольства, вы в Господе. Да хвостун какой-то, ух, прям другой завистливый, прям готов его прям разорвать. И почему апостола Павла именно так ненавидели многие? И Златоуста, он говорит, никого больше так не боюсь, как к епископу. И по епископе завидовали ему, потому что у него вот детей столько было духовных. Все ему, видать, благодарили, любили его. Может быть и денег давали, а тем завидно было. Бог его знает, из-за чего. Во, Виктор Савченко откопал стих. Вот брат говорит, что у нас про старцев нигде в вибрии не написано. А вот смотри. Филимону 1.9. «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Павел себя в старце записал. Ничего себе. Он же не в том плане записал себя старцем. Это просто выискивать, что выискали и все. Чего как маленькие-то, братья вроде бы. Старец, он говорил о возрасте своем, а не потому, что он старец и теперь такие же старцы. Я говорю о благовестии, и вы какое-то место сюда непонятное пришили. Да ладно, ты не обижайся. Мы же с юмором. А я тоже с юмором. Не то, чтобы тебя унизить или превознестись над тобой. По любви к тебе, брат, написал. Так. А сегодня иному старцу 30 с хвостиком. Что это? Да, 30 с хвостиком он себя старит. Старец это в смысле, что идут к нему за советом. У нас же принято у старших по возрасту просить советов. Он такой уже советник, такой как у президента. Советники они тоже, наверное, видать, не большого возраста. Он должен быть обладать знаниями, конечно, громадными. Но у нас каноны, чтобы священники до 30 лет не рукополагать. Ибо и Христос по окончании 30 лет. То есть должно быть и мудрость, но должны быть и годы еще. Опыт жизненный. Когда приходили в московскую патриархию, то там такую картину наблюдали. Мы там почти всех семинаристов-то знали. А семинаристы это семя священства. И вот их там на каком-то, ну, я не знаю, за какие заслуги, на последнем курсе, или сразу после курса последнего, начинают рукополагать. Причем одних в дьяконах оставляют голосистых, а других, которые такие поплошь, их в священники. И вот этот священник между ними идет, он уже, ну, молодой. У него бородка чуть-чуть только щетина. Их же специально бреют. Они бритые все. Епископ ходит и бреет их. Священники ходят. Если не бритый, его прям заставят там, скажут, что-то-то тебе. То есть этих парнишек. А они-то уже обрастают. Им же уже 20 лет с лишним. И он ходит, и руку им протягивает для поцелуя. Мол, целуйте. Ну, кто-то приложится, а кто-то типа, ты кто такой-то? Мы же такие же точно, как ты. Смешно смотреть. Как щеня-то маленькие играются. Да. Ну что, пожалеть их только остается, что у них вот это вот превозношение друг перед другом, против чего Христос учил. Читали бы Слово Божие, верили бы, что хочешь быть первым, будь последним. Смотрите. Брат, самое страшное, у них наставника нету. Не то, что там митрополиты, епископы. Ну, священник какой-то был бы, такой, как нормально рукоположенный, рожденный свыше. Он посмотрел бы, поговорил с ним. Они же его... Меня они слушать не будут. Я с ними беседовал. Побить только, говорит, давай, говорит, помордина даем ему, да и все. Говорит, что вы тут с ним беседуете? Козел, говорит, какой-то стоит тут с бородой. Они бритые. Я беседовал с семинаристами, они рассказывали, как их бреют, что они не хотят, но деваться некуда, потому что могут выгнать. Выкапывали этого бедного Антония на территории епархии, похоронили. Так его выкапывали семинаристы по команде другого епископа. Вот до чего дело-то доходит. Давай, выходи. Вот хорошее место то, что... Премудрости Соломона 4.8 Ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь. Возраст старости. Вот что такое старец. Он должен быть в первую очередь беспорочен. Тогда вот он истинный старец-наставник. А если он, как говорится, пробы ставить негде, то чему он может научить? Никто ему не поверит. Грешному, супергрешному. Александр Латвинов. Анатолий Андрей Недоступ. Виктор Гярош. Ну и вид у тебя Шарапов, как хочется сказать. Жестлав Семенов. 1 Коринфянам 4.15 Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Толкование. Что ж скажете вы, другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не так, как я. Ибо они наставники, а я отец. И так у детей, хотя один бывает отец, а наставников может быть много. Однако их расположение к детям вместе, в детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца. Так точно и между нами. Заметь, между прочим, слова во Христе приложил к наставникам. То есть вот он здесь говорит, хотя у вас тысячи наставников во Христе. Это для того, чтобы не совсем поразить их. Впрочем, хотя приписывал им, наставникам, более трудное, ибо такова должность наставника, но превосходство любви предоставил самому себе, объясняя таким образом. И объясняя, каким образом он, отец, им говорит, при содействии Христа, я родил вас благовествованием. То есть не себе вменяю это дело, как многие между вами, но Христу. Не сказал, я научил, но родил указанием на естество, показывая любовь свою к ним и то, что они самые близкие ученики его, как эту мысль выражает и во всем послании. Вот духовное родство, рождение от благослования, кто это не пережил, это, конечно, трудно, может быть, понять. И сколько вот истинный духовный отец, Игнат Тихонович, сколько он плачет, печется о нас, молится, скорбит, когда мы в какие-то там впадаем в согрешения или еще что-то там бывает. Он, брат, пришел, не знаю смысла жизни, каково это слышать такое? Столько лет в общине смысла жизни не видел. А почему? Не бодрствовал, не молился вместе, общения не было. Сегодня день общины у нас, сколько было слов сказано об общении. И мы вот на прошлом занятии позанимались, когда у нас было последнее, это в пятницу. И еще после занятий человек 4-6 осталось, еще общались полтора часа. Я не могу насладиться этим общением с родными по духу людьми. У меня этот мир, у меня нет друзей мирских, я со всеми, он мне звонит, хочет прийти, мне неохота, мне неприятно с ними общаться. Они не духовные, не верующие. Потому что им говоришь, они не верят. Так. Далее апостол Павел пишет 1 Карифонам 4-16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Толкование. «Подражайте, говорит во всем мне, ни мудростью, ни богатством не превозноситесь, и не враждуйте против братьев, но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу и к братьям». «Заметьте доброту сердца, он умоляет, а не повелевает. А предлагать самого себя в образец для подражания – это знак великого дерзновения». Ну видите, тут апостолу Павлу ничего не оставалось, как напомнить этим ученикам о себе, вспомните, кто я для вас – отец родной, так скажем, духовный. А вы так вот между собой враждуете. Разве родителям приятно, когда дети их не враждует между собой? Да нет, конечно, и чтобы устудить этих детей. Говорит, я обоих вас люблю одинаково, что же вы друг перед другом кичитесь, надмиваетесь. 1 Коринфянам 4.17 «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Толкование. «Потому, говорит, что я опекусь о вас, как о детях, послал к вам Тимофея. Я сам хотел прийти и восстановить мир между вами, но поскольку не могу исполнить этого, то послал его, моего возлюбленного сына. Сказал это для того, чтобы показать, как любит их, когда решился для них разлучиться с Тимофеем, а вместе для того, чтобы внушить им уважение к Тимофею. «Верного в Господе, то есть не в житейских делах, но в делах веры Христовой, посему и в том, что касается вас, оно будет служить верно». Не сказал научит, чтобы не оскорбились, ибо Тимофей был юн, но напомнит то, что вы уже прежде знали, возобновит в вашей памяти. Путями называют, соединенные с проповедью распоряжения, правила, обычаи, законы божественные. Вспомянет то, как я веду себя именно, не надмиваюсь, как вы, не ввожу распри и разделений. Во Христе, то есть в этих путях нет ничего человеческого, но все во Христе или совершается при помощи Христа. «Тимофей скажет вам и то, как я учу во всякой церкви, ибо я вам не сказал ничего нового, напротив, всем преподаю то же самое. Устыдитесь же, что вы одни из всех в церкви уклонились от путей моих». Вопросы? Да, вот когда я читаю, послал сына моего возлюбленного, Иоанна 3,16. «Его Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего возлюбленного, единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И также апостол Павел своего сына отдает, хотя ему, видимо, не очень-то хотелось расставаться с ним, но ради любви к этим враждующим между собой Коринфянам, он расстается с ним. Первое Коринфянам, 4,18. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Толкование. «Сказав, я послал к вам Тимофея для предупреждения того, чтобы они не сделались от всего беспечнее, присовокупляли. «Хотя сам я не иду теперь, и мое отсутствие подало некоторым поводу гордиться, но по этой имени причине приду впоследствии», показывает детской стих мысли, ибо только детям свойственно вести себя без чина, когда нет с ними учителя. Кто же эти возгордившиеся? «Сообщники Прелюбодея, который и мудр был, и богат, и просто все, которые превозносились мудростью и богатством, они-то и гордились, как будто бы не было Павла для их обличения». «Опять Павла для их скажет?» «Вопросы». «Спасения нет нигде от них». «Да». «Придави палочки». «Вот он и выказывает нам, толкователь, кто вот эти возгордившиеся, с кем они якшались, с Прелюбодеем». «И даже ни один из них, дальше апостол Павел будет писать, вместо того, чтобы укорять его, во вы, да никак не реагировали». «Потому что говорила их чрево, а не их душа». «Она там спряталась, за коробкой на третьем этаже. Их не вытащить, ее не вытащить, она сама не вытащит». «Он же богатый был, наверное, что-то им там отвяливало от себя. Вот вокруг и прилисали». «Вопросы о визитках забыли сегодня поднять». «Да, кончились у нас визитки, но забыли, да. Надо их пересмотреть, может быть там что-то отредактировать, в связи с изменениями последними. Вот». «Брат, можно?» «Да». «Ну, редактировать я не знаю, может даже, потому что это память от Сергея Козлова останется. Игнать Ханась может даже быть против этого. Но у меня такой смысл, что вот, например, Игорь Дубунов тут поднял, когда насчет визитки, да, вот людей столько раздали визиток, а звонков почти не было никаких. То есть вот так вот сам по себе знаешь, то есть визитку взял человек, просто куда-то идти, все эти данные вводить. Понимаешь, там же ссылки даются. То есть для человека проще ввести, например, «Игнатий Лапкин во свете Библии», то есть четыре слова. Это самый простой вариант, нежели набирать там вот эти все цифры, буквы. То есть это очень сложно для человека, простого особенно. То есть вот когда вот Игнатий Лапкин говорит «Игнатий Лапкин во свете Библии», человек сразу раз вводит четыре слова, он уже все на нашем сайте, на нашем форуме, на нашем канале. Как бы в простоте надо вот так вот сделать. Ну и почему бы нам, например, на визитке не написать, загуглите, еще вот эти вот ссылки, никто их никогда не будет набирать. Я с этим согласен абсолютно. Особенно мейл.ру, вот эти точки никто никогда не... Да, так и написать «Игнатий Лапкин во свете Библии» и все, потому что он уже на устах и все просто и правильно. Тогда какое-нибудь местописание туда за место всего этого комплекта этого? То, что там телефоны обратные есть, мой и Володин, я считаю это правильно, потому что и мне многие звонят. Игнатий Лапкин не всегда может ответить, чем... У нас даже четыре там телефона на визитке. Татьяна Кузьминична, Игнатий Лапкин, мой и Володин. Это надо все их оставить. Потому что в лагерь, например, даже тот же женщина мне звонит. Не могу ни доиграть Игнатий, ни до Володи дозвониться, вот вам дозвонилась. Можно меня сейчас поставить, я сейчас все время здесь. Твой телефон можно поставить, да? Ну, вполне можно, я же сейчас все время, круглый год уже здесь в городе. Да, ты же в тайге сейчас, все на пенсии. Вот и можешь брать на себя организацию тех же детей, как-то будут к тебе приезжать и путевки будешь им выдавать. Татьяна Кузьминична уже, может быть, немощная. Она из деревни, может быть, уедет летом. Да это как нечего делать, у меня и машина, если надо, я их сам привезу, куда подъехать. Вообще красота, да. Машина у тебя, джип, можешь в любой момент, ребятишек. Лагерь вот тоже надо подумать. У нас официально-то лагеря нет, а в визитках детский православный лагерь стоит. И могут сказать, как так, у вас лагеря нет, а вы пишите, лагерь у вас. Так что это у вас? У вас подпольная какая-то секта? Могут как бы вот так вот. Тоже этот вопрос надо пообсудить. Пересмотреть нужно, не лагерь написать, а что-то... На деревню дедушки. Просто, да, на деревню дедушки или гостевой дедушка там или... Да. Но дедушка лучше, дяденька как-то у нас уже не с тем ассоциируется, а дедушка нормально еще. Да. Вот. Как-то надо это, менять тактику. Типа какой-нибудь дедушки на зимовье или зимовье дедушки Игнатия. Так, вопросы... Что написали? Летний отдых у дедушки. Летний отдых у дедушки. Ага. Отдых в кавычки поставить надо не забыть. Православ... У православного дедушки. Вот так. Потому что... Православное воспитание детей. Православное воспитание детей. Да. Вот именно воспитание, не лагерь. А ты-то нормально, вот правильно. В деревне. В деревне надо сказать еще. Вот. Ну... Вот лозунг прям. Дети воспитанные во Христе. Нам надо этот лозунг прям нести, это знамя. Это самый правильный лозунг. Потому что, богоборческая власть, когда регистрировали церковь, они в первую очередь ударили по детям. То есть, они видят, что этих не сломить. Ну, тогда давайте вот детей тогда... Все равно мы с церковью покончим. Мы вам оставим церковь. Выходите туда, молитесь. Но чтобы дети не ходили. И многие соглашались. Но вот Абойко не согласился. И дети его верующие с ним остались. А все, кто согласились, все дети ушли в мир. Все спились, кто там, кто что. Вот. Я насчитывал это свидетельство. Пусть он баптист, как бы, но... Тогда гонения были и на баптистов тоже. А фотография очень хорошая. Я думаю, фотографию не надо трогать. Там и батюшка есть, и крещаемый, и пруд. Такая фотография, как на века. Ну, это уже надо не визитку делать, а буклет. И желательно выложить его сюда, дабы каждый мог пользоваться, распечатать у себя. Это слишком дорого, буклет. Мы уже об этом думали. Это так, отдельно где-то. Ну, не знаю. Это нет. У нас Евангелие целые идут. Что нам буклет? Сейчас есть интернет. Ну, почти у каждого. Поэтому... Кто вот из вас выписывает газеты? Поднимите руку. Не один. Все это. Буклеты, газеты уже... Надо... Надо именно вот... Интернет-ресурсы. Это... Самое мощное сейчас... Просто на визитке мало информации поместится. Вот я о чем говорю. А буклет нужно распечатать у себя на принтере, к примеру, там, у кого есть, я думаю, это сейчас доступно. Это не так и дорого. Нет. Там мелким шрифтом на обратной... У нас же двухсторонняя визитка. Если вы ее не видели, там очень много информации. Там самая важная информация, что православный библейский сайт, а на этом сайте там все есть. Для спасения. Вот просто все. Православный трудовой лагерь. Лагеря нету у нас, понимаете. Лагерь мы закрыли. Вот. Или вы его опять открывать? Православная деревня Потеряевка приглашает в гости. Вы видите сколько идей. Прекрасно. Вот. Нужно только это... Побыстрее все это... Собрать и заказать. Зови Игнатия Тихоновича. Тут ответ выдает. Вопросы есть уже. Вон люди. У меня по Златоусту вопрос есть тоже. Пожалуйста. Беседа первая о статуях читал. Двенадцатый пункт. Где он говорит о том, что если кто богохольствует, и ты услышишь, на площади хулит Бога человек, подойди и сделай ему внушение. И если нужно будет ударить его, не отказывайся. Ударь его по лицу. Сокруши уста. Освети руку твою ударом. Если обвинят тебя, повлекут в суд. Иди. Ну и так далее. Тут прочее. Ну просто. Насколько применимо вообще это в нашей жизни. Действительно. Подошел. Вразумительное слово сказал. Он не слушает. Взял. Ударил по уставу. Как Златоуст пишет. И так далее. Вам ответ нужен? Николай. Да. Испытай несколько раз. Потом поделишься опытом. Прекрасно. Испытай. Я вообще в жизни ни с кем не дрался. У меня такое... Хотя на каратэ ходил и прочее. Зачем мне это испытывать? Мне это не по душе, например. А тогда вопрос не поднимай, раз не по душе. Никто про него сильно-то и не знает. Другая была обстановка. Другие люди. Деократическое государство. И он на той стороне ставил. А здесь нет. Тебя сразу засудят. Засудят и бросит такую камеру, где тебе уже ни одного зуба не оставят. Поэтому вопрос... Лучше было не дадут. Почему легко запоминается? Вот я не один раз объяснял. Вот удивляются. А как вы знаете? Как вы знаете? Так, что я вместо писания не просто считаю, а оно по мне проехалось. Оно впиталось в меня. Прожарило, промочило и присыпало и проморозило. Я его не хочу как бы запоминать. Не то, что не хочу, а не надсажаюсь. Оно само в меня вошло. Вот это обо мне. Мы дорогой едем. Путешествие-то не маленькое. 120 тысяч километров проехали. Протеерей знакомый. И говорит, вот я когда считаю второе послание Коринфянам, я больше всех был в опасностях, в дорогах. Трудился там. Для всех сделал совсем. Мне в церкви считать-то? Я считаю, я апостола Павла не вижу, а вижу вас. Вот и все. Почему? А к кому он применит его больше? Я задаю вопрос. Баптистов судили. Я живу в Барнауле. До Владивостока почему ни одного не посадили, а меня одного. Единственного, православного. Больше никого не было. В Москве был, а дальше никого не было. Следователь говорит от Зои Крахмалниковой, что вам надо? У меня бабушка. Она верит. Ходит в храм. Никто и не трогает. Сидела бы спокойно, молилась и никто б тебя не трогал. А сейчас я время трачу на вас. Допрашиваю. И так и здесь. Вопрос задали. Мне это не подходит. И мне не подходит. Я его никогда не задам. Другая была обстановка. Если я не задавал. И советую вам не задавать. А задали. Значит, доказательства вы должны сами принести теперь. Пройти через это. Вот так. Вот представь себе. Насыпали щебенка на дороге. Я иду впереди. А я как-то ноги не очень поднимаю. Я привыкся на лыжах кататься. Женщины стоят. Вышли из большой организации и курят. Я думаю, дойду сейчас мимо-то. И я им скажу. Чтоб не курили-то. А я по этой щебенке-то ногой-то задел. Но иду-то быстро всегда. Камень вылетает. Летит к ней и бьет прямо по папиросе. Говори. Добрый. Очень плохо слышно. Тут еще ключевое слово, что на площадях стоят. Вот мы сколько благовествуем. Я на площади стоял 7 лет в центре Барнаула. Чтобы кто-то хулил Бога, я такого не слышал. Чтобы подходили там, кричали где-то. Это очень редкий вопрос. Да. И вот дальше что? Камень летит и женщина бьет в папиросу. И он из руки выпадает. Я говорю, курить вредно. Она говорит, найду папиросу и на меня смотрит. Как будто я из катапульпы в нее выбросил. Но до того непостижимо. Игнатий Тихонович, вас не слышно? Что-то какие-то звуки пошли и голоса хором. Игнатий Тихонович, микрофон включите. Он включен был. Не слышно вас, Игнатий Тихонович? Сейчас слышно? Да. А как он выключился-то, почему? Кто-то выключить может. Что-то уже второй раз выключается. Ну вот так. Выключили сами, когда телефон зазвонил. А-а-а. А-а-а. Ну, он от телефона, может, позвонил. Это выключился. Даже не понял, кто звонил. Вот вопросы не задают. Почему? А потому что не углубляетесь, слушая. Если слушаете внимательно прочитанное братом Сергеем, то у вас вопрос не один возникнет. Вы обстановку поверните. Вот я сегодня как раз говорил в общине. Ну, у нас надпись есть. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. А я говорю, видите, впереди три точки. Это означает оторванный текст. А впереди два условия написано. И первое послание Иоанна 1.7. Если ходим во свете, как он во свете? Христос. Это целую жизнь надо положить, чтобы ходить как он. А далее. Имеем общение друг с другом. Общение, общение. Это общее слово. Общение не с неверующими. Общение это не в храме стоять молиться. Это общаться, вопросы задавать. Узнавать. Твой распорядок дня изменит. И маршрут изменит. Слова, которые ты услышишь. А этого нет. Если человек побыл на службу, у нас такие тоже есть. Хорошие люди при том. До того они хорошие, жертвенные. А на собрании они остаются. Он был и все. Поэтому он при любой возможности сразу уйдет. Но пока еще не обнаружилось до конца. Потому что он с нами. Стараешься его не называть. Или ее. А когда они ушли, Игорь Чересов обнаружил, что не все наши. Вот момент, когда глаза полностью откроются для всех. Он ушел. И причины никакой не было. А почему? Он не был с нами. Он не беседовал, не задавал вопросы. На занятиях никогда не был. Ни по скайпу, ни в трапезной. Нигде нету. На собраниях даже, которые явно касаются нас всех. Нет. Услышат, поможет. Притом жертвенные люди. Но от родителей наследовали таиться. Когда Песков встретил Лыковых там на абазе. И он говорит, у них главный лозунг. Бегайте и таитесь. Староверы, старобряцы. Убегать и спрятаться. Но это не всегда удается. У Карпа Осипова еще Лыкова. Брат родной был. Работали на огороде. И что-то увидели. Люди там из лесу. Он бежать. А Красноармейец сразу на коленку и выстрел. И сразу его убил. Прям тут же застрелил. А был бы, брат то не побежал. Они побыли. У вас чужих нету? Нету. А у этого убили. А зачем убегал? Я же не знаю. Догонять я его не буду. Пуля быстрее догонит. Поэтому надо заранее все обдумать. Пути отхода. Еще, друзья, замолкнуты. Давайте. Вопросы задавайте. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Конечно, задавайте. Католическая церковь. Ну, это же церковь. Но она не спасительная. Как нам понимать ее? Вам только понимать или рядом католики... И имеете общение с католиками или они у вас живут рядом во дворе. Вам зачем вопрос этот? Просто для других ответить или любопытство ради? Нет. Ну, это же церковь. Церковь. Настоящая апостольская. У меня есть книга такая к истинному православию. И там два слова написано. Гордость папства. И второе. Человекоубийство и ложь Ватикана. Заголовки-то понятны. И притом я писал это не видя бумаги. Лежал в больнице. Ночью фонари отсвечивали. И две статьи вот эти написал. Не видя, что пишется, не пишется. А потом расшифровал. Люди ушли в палате. А я в это время написал вот эти две статьи. А потом расшифровал и сюда. Труд меня не ощущал. Ну, а при общении с католиками, когда есть знакомые, на что им указать? Ни одному католику я не говорил, переходи в православие. Ни одному. Никогда не спорил с ними. Особенно филиоквы. Но я говорил, ты там, где находишься, можешь работать? Работай. Это церковь. Разбуди хотя бы один уголок. Они как мирские люди. Папа бритый, 83 года. Бритый. Масон. Это не годится. И погружения у них нет. Не понял. Ну, они же крестят, не погружение. Крещение. Скажи это и добейся. Скажешь, а где я найду? В православии. Мы тоже церковь, скажи. Как старобрядцы. Ты еретик, переходи к нам. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович, вы сейчас очень страдаете. Я хорошо слышу вас, Сергей Егорович. Вы сейчас очень страдаете. Да, терпимо. Я не ошибся, это Игнатов говорит? Да, это я, Игнатов. У тебя маленько голосок изменился. Благодарю за заботу. Помолись. Тут много снегу навалило. И я кидал много очень. И снег в глаза попадал. У меня воспаление идет. Гной очень сильно идет. Все слипается. Я лекарства не принимаю никакой мед. Мед размешиваю и в воде капаю. Храни вас Господь, Игнатий Тихонович. Благодарю, брат дорогой. Я отремонтировал компьютер. Ну, займусь оглашением. Давай. В текстах. Пока время благоприятное. Ваше отношение к Путину, мне говорят. К Путину. У меня не просто отношение, а повеление от Бога. Молите за старей начальствующих. А так как надо молиться не меньше семи раз в день. И после каждого три святого сто поклонов. То мне некогда думать о нем. Я только молюсь и все. Мне некогда судить его. А только умудри Господи, чтоб мудрые законы издавали. Добрые. Дали людям достойно жить. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. А тут самого прожиточного минимума нету. Я за него отвечать не буду. Он за меня будет. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Когда разбойник рассказал себя о Кристе, то Христос ему ответил. Сегодня же будешь со мной в районе. Правильно? Еще не понятно. Ваше имя, фамилия. Это по-русски написали бы. Я не прочитал. У меня Станислав зовут. Как? Станислав зовут. Да. А почему не написано? Что-то коник какой-то вроде бы. Король. Вот не надо это. Да нет там написано. Какое-то слово. Несоответствующей действительности. Оно есть ложь. А всякая ложь от дьявола. Ну и все. Да просто вот у меня написано. Сергей Егорович сейчас вот говорил. Он никогда не меняет. Он везде подписывается. Угледар такой-то там-то. Понятно. А что прячь-то все? Не надо. Я хочу разговаривать с человеком таким же открытым, как сам являюсь. Я не прячь. Вопрос я не понял. Еще раз повторите. В общем, когда разбойник покаялся на кресте, Христос ему ответил. Вот сегодня же будешь со мной в раю. Правильно? Да. А это, получается, было в пятницу. В пятницу Христос же и умер. Получается. Да. Но кому первый Христос явился воскресшим? Мария Магдалине. Он сказал, не прикасайся ко мне, я еще не вошел к Отцу. Получается, это уже было воскресение. Да. Христос еще не вошел к Отцу, получается, в самого воскресшим? По плоти не вошел. А по божеству он одновременно был в преисподне, на кресте и в раю. Ага. И поэтому по божеству он был же в тот же момент разбойник с ним. Иоанн Златоуст так обыгрывает эту картину, что когда первые воскресли святые, вошли во Святой Град, а потом они умерли на небо, там были взяты. И они видят, рай пустой, никого нет, они на разбойник ходят. А ты что, пришел воровать сюда? Как бы разыгрывать такую сцену. Он первый вошел, первый. В рай. Из людей никого не было, по божеству Бога-то, Христа не было. Ни Божьей Матери. Игнать? Да. Он немножко неверно говорит. Мария Магдалина, когда Евангелие от Иоанна, это она четвертый раз прибежала, или третий, тут точно Златоуст не говорит. А первые прикоснулись жены мироносицы. А ей он поэтому не дал прикоснуться, что уже они прикоснулись. И там была Мария Яковлева, это Богородица. Она пошла молиться уже ему ко Христу. И ей последовали другие жены, они уже перестали ходить. А Мария не поверила в Магдалина и бегала по этому строку. И тогда Христос ее укорил. Он сказал ей Мария. И дальше там это Янгель, это она. Так что она не первая была, кто прикоснулся. Игнат Тихонович, вопрос. Давай. Макаров Виктор. Да. Вот я постоянно езжу из Москвы в Нижний Новгород. У меня родители в Нижнем Новгороде. Я хочу платить десятину. Вот вопрос. Любому священнику в любой церкви я могу отдавать. Или я хожу к одному священнику, к примеру. В деревне. Но редко бываю у него. Могу ли я платить другому священнику? Дело в том, что не давать там, где торговля есть. Давать там, где нет торговли. Десятину уничтожает торговлю. Ему это сказать. Чтобы он знал. Если торговля есть, обойди тот храм. Зачем, когда они торгуют? В сто раз больше получают, чем от твоей десятины. То есть искать? Дело ваше. Мы нашли. Принял. У нас есть люди, которые крещение принимали. Уехали. Десятину тут платят. Мы находим. Этот священник имеет десятину. Десятину, говорю. Сразу отдаем многодетным, больным, нуждающимся. Нам ни один рубль не пристал. И Господь это знает, и люди. Поэтому все перед Богом. То есть я могу платить десятину в общину? Может. А ходить здесь в церковь? Может, да. Где нет торговли. Да. Где торговли нет. А если торговли нет, где причащаешься или где крестился? Сам определи где. Кто для тебя больше является отцом? Священца надо поддерживать. Он поддерживает торговлю. Это зачем десятины? Они даже и не берут. Да дело в том, что везде торговлю. Я нигде не найду пока. У нас была Грещанка. Только вот у вас. Плотников была. А его фамилия Куемчуди. Грещанка. И они тут платили десятинам. Все нормально. А выехали в Грецию. Она пришла там к отцу Георгия или Григорию, я могу ошибиться. И принесла десятину. А он не берет. Что это такое? Он не знает. Она пишет, что делать? Я говорю, если торговли нет, то положи к ногам его, как апостолы делали. А как его не возьмет? Не возьмет, выметут. Кто-то другой возьмет веником. А ты уже отдай. Торговли нету. Торговли нету. Он не берет ни за таинство, ни за что, нигде. Симонии нету. Ну, как у нас. Вот я перечисляю, делайте так, так. А потом говорю, в общем, так. Приезжайте, смотрите и делайте, как у нас. Но чтобы сказать это, мы положили здесь десятки лет непрерывного, кропотливого труда. Поэтому у нас, кто был, видят, ни с тарелкой не ходят, ни копейки нигде. Проси Христос. Слава Иисусу Христу. Некоторые начинают, а в Новом Завете про десятину не сказано. Я говорю, а ты хоть читал Евангелие? Это не сказано. Когда спросили. Он говорит, того не надежало? Не делать. Это не оставлять. И это делать. Что вы забыли? Господь сказал. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников-парисеев, то не можете. Вот и все. Получить обещанное. Превозможность надо. Выше, больше. Я встретил человека у баптистов. У него девять ребятишек. В десятом она беременна была. И он говорит, я плащу все время пять десятин. Я ему сказал, как у меня Господь возжег ревность во мне. Я тоже ничего не знал. В 23 года я в Евангелии первый раз увидел. И услышал о десятине. И что она несет такое благословение. Небо откроется. И мне как раз это и надо. Я сижу и думаю, а работой на корабле молодой силы и энергии у меня не занимать было. И Бог обещает. Я подумал, буду платить девять. Сто зарабатываю, девяносто отдаю. И пришлось сразу на двух, на трех работах работать. И пятьдесят восемь лет так прожил. Ни разу не покаялся, чтобы я избрал неправильный путь. И поэтому для людей всегда удивительно, что так Господь меня благословляет во всем. К любому делу как. Во всем, что не начнет, успеет. Совершенно невероятные вещи делал. Вот то, что издать книги. Ты сам понимаешь, что такое книгу. Издай, попробуй. Какая цена, потом какая тема. А это тридцать восемь томов в бумажном варианте. И еще семь. Семь. Уже все сформатировано. Особенно последнее мне хотелось издать. Четыре тома моих стихов. По восемьсот страниц. Каждая строчка занята. Не просто там один куплет из стихотворения. Это не выскажешь. Это все написано, сделано за девять лет. Каждое стихотворение за девять лет. Это вообще невыполнимо и невыносимо. Даже подумать нельзя. И все это сделано. И теперь Бог положил на сердце подарить в бедной библиотеке мира. И мы проехали шестьсот пятьдесят городов и сел. Начинаю от Владивостока на Лиссабонос. Скандинавия, Прибалтика, север Турция. Пусть кто-нибудь повторит это. А как? Благодать Божия. Благодать открылась. Господь говорит, испытайте. Я испытал. Могу похвалиться. Такого благословения пока никто не получал за всю мировую историю. Не было таких богатств. Притом я ничего не имею. Вот сейчас бы у меня кубометры. Ну-ка метров десять долларов. Я не понимаю цены. Ни сколько. Бог сделал. Я иногда говорю, господи, как хорошо, что ты меня избрал. Ты не ошибся, господи. Ты у меня вырезал все внутри. Я на деньги смотрю как... На то возможность сделать руку свою длиннее. Кому подать. Как сделать. Главное, люди, которые помогали, они это знают. Если кто-то мне помогал, и сомнения хоть на один процент есть, я уже не возьму. Даешь не мне Богу. И поверить должен, что через меня Бог в нужное русло направит. Незнакомый человек бывает, приезжает и говорит, мы с женой посудили. Я был в заграничной командировке. И у меня вот деньги появились. Я решил подарить. Думали, думали, куда. Я о вас вспомнил. И приехал, чтобы отдать. Вот чудо какое. Речь идет не о двух рублях. А он мне показывает три тысячи долларов. Я говорю, ты раскаешься, а потом будешь думать, да что ты, что ты. И вот как Бог делает. У меня Бог не решил памяти. Здесь деньги. Держу в руках. Сразу в мозгах. Вот там туда-то, там-то, там-то. Там муж умер. Одна оттуда. И денег нет. Где они? Как я мог кому подать? Не знаю. Вот до чего дошел. Совершенно как будто я их не получал. Начнешь рассказывать, люди не верят. Я вспоминаю Григория Низского. Брата Василия Великого. Когда Сикстра Макрина умерла. И он о ней вспоминает. Житие писалось. Люди, говорит, не верят. А верят только в то, что сами могут сотворить. Но надо выше веру иметь. Не то, что сам можешь сотворить. И поэтому, когда ты стихи писания применяешь к себе. Выполняешь. Оно легко запоминается. Как эпиграф на каждый день. Вот сейчас Сергей Павлович считает при мне. И там после вопрос, который мне студенты задавали. Или по радио. И ответ мой. Я слушаю, как будто я никогда не слышал. И в конце мое стихотворение. 9 куплетов. То есть 36 строчек. Я слышу. Там столько заложено. Это на этаже выше моего уровня образования. Такой богатый словарь. Конкретно по теме. Я их не называю стихами. Называю проповеди в стихах. Стих это слишком ветрено. Проповеди. Сергей Павлович здесь. Скажи, как ты? И в конце назовет цифру. Игнатий Лапкин. Я сейчас руку выбрасываю кверху. Так будто вот единоборство, когда идут и там объявляют. И тянет. Так он. Почему? С любовью считает. Сергей многие слова даже не знает. Спотыкается. Словарный запас такой огромный, что в литературном институте, где я считал, там поразились. Слова совершенно нерифмуемые. Я их пинками в рифму загонял. Представь себе. Четыре тома по восемьсот страниц. Ну умножить четыре. Восемьдесят четыре. Это семь пащек. По пятьсот листов бумаги. Сверху донизу записано стихотворение. И ни одной помарки, ни одной поправки нет. С чистого листа. Как кто-то стоит рядом и диктует. Как? Не знаю. Почему? Благодать. Благодать. А за что? За десятину. За мои девять десятин. Притом я их никогда не считал своими. Я знал. Я сказал. Бог принял. Они не мои. Я не имею права к ним прикоснуться. Вот на таком накале Бог позволил прожить. А хвалитесь. Ага. Хвалитесь. Павел говорит. Хвалящийся хвалить Господом. Я выполняю заповедь. А левая правая не знает. Ну не знает, потому что там еще нету. Поэтому так ревнуют. А вы говорите. А еще я супер грешный. Архи грешный. Когда я рассказываю пример. Ты будешь подражать. Павел говорит. Сколько он страдал. Терпел. Ото лжебратья. Ото всех. Зачем он это перечисляет? Затем, чтобы увлечь. Если я сделал это. Это благодать сделала через меня. Бог один и тот же. Он даст тебе больше. А вас не будет, как мы. Еще лучше будет. Наше невежество скинется в другую сторону. Притом я не играю в это смирение какое. Я говорю так, как есть. Патриарх. Епископ. ООН. Организация Объединенных Наций. Генеральный секретарь. Я всем говорил со строгостью пророческой. Это письма сохранились кое-какие. А почему? А я не сам говорил. Господь побуждал сказать. На молитве. Вот сейчас я только четыре письма направил. Путину, президенту Российской Федерации. В Государственную Думу. Генеральному прокурору. И Министерству юстиции. Об одном и том же. Копия письма. А какое? Заступиться за свидетелей Иеговы. Что их несправедливо преследуют. И отняли из здания. Так они еретики. Речь идет не об еретиках. Это государство не теократическое. Они лучше нас работают. У них семьи. Разводов нет. Ни одного аборта. Вот почему. Я вспоминаю каждый раз. Если никто знает, что на эту тему не Меллер сказал. Один из пасторов, как называют там, ветеранских. Когда в Германии он жил, говорит. Пришли арестовывать коммунистов. Я промолчал. Сосед был коммунист. А я нет. Не коммунист. Пришли брать евреев. А я не еврей. Я промолчал. Стали дальше собирать активистов профсоюза. Я опять промолчал. Я не профсоюзный деятель. А когда пришли брать меня, говорит. Уже заступаться было некому. Я это привел и отправил всем вот этим четырем адресатам. А вам это так надо. А я не могу ничего сделать с собой. Я молюсь. А у меня заступись. 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 Дока пользы будет нет. А. Это Бог берет на себя. А если я ребенка накажу, а он убежит. Э. Не твое дело. Тебе нужно драть его. Написать не жалея розги. Остальное Бог берет на себя. А если жене ты будешь говорить, и она не будет слушаться. Да она на развод подаст. Э. Тебя это не касается. Ты будь верен. Держи ее как следует. Без бороды тебя и слушаться не надо. Две бабы в одном доме. А когда ты с бородой, это как скала. Слово сказал, и она сразу будет выполнять. Как Евговорит, я заговорю, а они не верят. Вот так. Надо жить интересно, красиво, в бедности. Никому не завидовать. И быть очень экономным во всем. Ну вот все. Помолимся, Игорь. Давайте. Поистине достойно прославлять тебя, Богородица, всегда блаженную и порочную. Матерь Бога Нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувима. И по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы Тебя величаем. Вот Виктор этот сейчас разговаривал с Макаром, если я не ошибся. Пусть помолится. Благодарю. Слышно? Да. Благодарю Бога за то, что есть возможность собираться нам всем, изучать Писание, молиться. Благодарю за то, что я присоединился. Я прошу молитву всех обо мне. Благодарю Бога за здоровье, за исправление грехов, за то, что привел меня Господь. Приводит к покаянию каждый день. Что есть возможность у меня изучать Писание у нас у всех. Слава Богу за все. Аминь. Аминь. Я попрошу всех. Помоги Господи. Приходите утром на молитву, которые были. Хотя бы несколько раз придите. И вы увидите, какая радость. Вот я собрался сейчас в час. В час по Москве. Каждый день, кроме воскресенья. В час ночи по Москве. Мы молимся вместе. У кого есть возможности, желания, милости просим. Вот так. Вот. Конечно, хорошо. Играйте. Ну и свидетельствуйте. С мочой надо правой глаз. С мочой. Молодец. Это я понимаю. Русский лекарь. Это глаз. Это не рана. Пока нельзя этого делать. Я мед растворяю и прикладываю. Игнать Тихонович, я вашу молитву рассылаю утреннюю. Я прислал своим родственникам всем и сам смотрел. Вот сейчас собрался утром. Очень мне прям наставляют. Родственники тоже удивились, какая молитва бывает. Виктор, видите мы ничего не рукавим. Мы не мощные. Но как можем. Мы знаем нужду друг друга. Который пенсионер, я говорю Псалом 118, стих 164 Семикратно в день прославляю тебя Три святое просчитал И сто поклонов Это один раз считается Уходит 7-8 минут Не меньше 7 раз в день И ночью хотя бы расстать И ты увидишь, как в жизни все по-другому Столько радости увидишь Надо научиться жить Красиво, интересно и в бедности Я уже свидетельствую У меня уже, я как только пришел С поста, сначала с рождественского Начал молиться, стопоклонный, утром, вечером У меня первый раз в жизни Стабильность появилась Я прям чувствую молитву вашу И грехи отходят, слава богу Очень приятно слышать, радостно У нас нет, что у людей есть Связи, то другое Мы просто, вот сейчас мне звонит одна Потерялся ее племянник То находятся, то нет И там с домом не то И вот отовсюду помолись, помолись, помолись Значит, я что должен делать? Молиться Господь так сделал, что я дома Так у меня клиентов-то сколько? Я кормлю всю зиму 10 кошек Тут на улице сколько было, собрали их И кормим, в подполе держим Свет им там провели Второе, около сотни воробьев Каждый день кормлю Диких 45 голубей примерно До своих больше 10 Ну тут еще и жуланы, так называемая Это большая синица Тоже около 40 Это тоже работа для пенсионера Во-первых, интересно наблюдать А потом они уже выживут А без пищек-то ведь скучно будет Было собак многого Со всей окрестностей Кормил все время А кто-то их потравил всех Ну что, все, расходимся У меня сегодня Сегодня день общины у нас 29 лет община И как стали мы отмечать этот день 19 лет Это одно Второе У меня большой канал Называется Во свете Библии Открытым ухом Игнатий Лапкин Вот Сегодня у меня Наполнился канал Ровно 20 тысяч Роликов Файлов 20 тысяч 50 Даже 10 тысяч Нигде нету А что количество? Ого Количество и говорит о труде Ничего если нет, то нет Вот мы проехали С миссионерской поездкой 120 тысяч километров А нужно, а как я могу сказать Павел говорит Непережно о путешествиях Подарили мы На 35 миллионов рублей Книги 650 библиотек У тебя представление Люди от чего боятся Потому что когда это говоришь У него нет ничего И он понимает Темное облако там А мне Когда я слышу Делают Что бы ни делал Самое маленькое Один раз в ночь Умолись И мне почему-то Радуется на душе Это Господь делает так А кому и вы завидовали Я говорил Однажды Позавидовал Двум братьям Баптистам Они Родные братья И пели По заказу песнопения В Баптистском собрании Ну я не Баптиста ходил Там с ними был Как они поют Слажено-то А потом мне голос говорит Голос так получишь Но Дар к проповеди Потеряешь Согласен Я говорю Нет Господи Не надо И все На этом кончилось Вожделение С Богом Слава Христу Аллилуйя Ждем С Богом Молитвы Приходите С Богом Помоги Вашей немощи Помоги Господи Слава Христу Я больным себя не считаю А то у меня Физическое Повреждение было Ногтем И инфекция попала И уже 6 лет болит 6 лет Пока Физическое